МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаево-Черкесии проводятся массовые рейды судебных приставов. С чем это связано? На этот и другие вопросы в эти минуты в нашей студии мои соведущие Белли Джозаевой ответит заместитель начальника Организации исполнительного производства, розыска, реализация имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Ида Нирова. Доброе утро всем. Доброе утро, Ида. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И да, вот с начала текущего месяца в Карачаево-Черкесии проводятся массовые рейды судебных приставов. Судебных приставов. Скажите, с чем это связано? Да, действительно. В период с 4 декабря по 25 декабря в рамках общероссийской акции «В Новый год без долгов» на всей территории России объявлены массовые рейдовые мероприятия, в том числе и в Карачаево-Черкесской республике. И особое внимание уделяется исполнительным производствам по взысканию алиментных платежей, заработное платье, по взысканию налоговых платежей, также административных штрафов, которые составлены в отношении правонарушителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Также по взысканию задолженностей в пользу топливно-энергетического комплекса. Это свет, вода, газ. А также по исполнительным производствам неимущественного характера. Это касается всех должников в Карачаево-Черкесии? Да, это касается всех должников в Карачаево-Черкесской республике. Ну скажите, каковы же итоги ваших рейдов? Рейдовые мероприятия вообще показывают высокую результативность. Так, один из первых рейдов был посвящен исполнительным производствам по взысканию алиментных платежей и заработной плате. Так, в результате рейдовых мероприятий в рамках 19 исполнительных производств были установлены источники доходов должников. В рамках 16 исполнительных производств были наложены аресты на имущество должников. Также в отношении троих должников были составлены административные протоколы по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это уклонение от уплаты алиментов. Также в рамках 12 исполнительных производств сейчас проводятся мероприятия по их окончанию. И в этот день было взыскано 118 тысяч рублей в пользу взыскателей по алиментным платежам. То есть итоги все-таки есть? Конечно, есть. А то, что касается заработной платы, то было осуществлено 57 выходов по адресам должников, которые были предупреждены об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это злостное неисполнение решения суда. То есть субъектом данного состава преступления являются только должностные лица. И вот должностные лица были предупреждены об этой ответственности. И в результате было взыскано миллион рублей в пользу взыскателей. И таким образом их труд был вознагражден. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию. Ждем вас с итогами следующего рейда. Спасибо вам. Спасибо большое. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра.